«Может, хватит, ну по аж?» – манерно протянула холеная девушка в коротком золотистом платье на бретельках. «Ты уже много выпил?» Павел откинулся на спинку стула и развел руки, подтягиваясь, отчего полы его серого пиджака раскинулись в стороны, открывая дорогую рубашку цвета пыльной розы. Пальцы правой руки небрежно держали стакан с неразбавленным виски и слегка покачивали его, отчего темная янтарная жидкость колыхалась внутри. «А почему, Ритуся? Почему хватит? Мой стиль жизни – свобода без границ. У меня есть деньги. Хочу – пью, а хочу – покупаю девчонок, таких как ты!» Рита молча проглотила обиду. Она уже привыкла к его резким выражениям обеспеченному характеру. К тому же он неплохо обеспечивал ее дорогими подарками. Такой человек, как Павел Котов, никогда не задумывался о том, что чувствуют другие люди. Его львиная натура требовала легкой жизни, внимания к себе. Тем не менее, люди тянулись к нему сами. Заражала его жажда жизни, обаяния, легкость. К тому же важным фактором являлось то, что порой Павел буквально сорил деньгами. Он мог сорваться среди ночи и купить билеты на какую-нибудь экскурсию в Африку, а потом разбудить звонками своих друзей и позвать их с собой, поставив перед фактом. Он без разбора дарил брендовые шмотки случайным девушкам. Нет, молодой человек в свои тридцать лет не вел никакого серьезного бизнеса, не инвестировал и вообще нигде не работал. Наследник своего отца, погибшего в автокатастрофе семь лет назад, он успешно и с удовольствием разбазаривал остатки семейного состояния. Нет, Павел, несомненно, думал о будущем, а оно светило довольно обеспеченно и опять-таки без усилий. Дед Павла, основатель крупнейшей сети экологических продуктовых магазинов, владел основными активами, внушительным состоянием и огромным трехэтажным особняком. И именно ему, единственному внуку, должно было это все перейти. «Как вы тут?» – к паре с улыбкой подошел друг Павла Роман. В его руке была начатая бутылка шампанского. «Мы отлично, а ты что празднуешь?» – со смехом спросил Павел и пригубил свой виски. «Выгодную сделку», – хохотнул Роман. «Но не бери это в голову, ты так же далек от бизнеса, как я от оперы и балета». Павел кивнул. «Не спорю». Почувствовав внезапную вибрацию в районе груди, он залез в нагрудный карман пиджака и вытащил телефон. При шуме клубной музыки звонок все равно не было слышно, поэтому выручил вибровызов. «Алло», – прокричал в трубку Павел, но не разобрал ответа. Сделав знак Рите и Романа, он вышел на улицу, автоматически продолжая держать стакан виски в руке. Несмотря на шум проезжающих автомобилей, здесь по сравнению с ночным клубом стояла комфортная тишина. Сумеречный ветер ранней весны освежал и приводил в чувство. «Слушаю», – произнес Котов. «Павел Алексеевич», – вежливо произнес голос. «Он самый. Кто говорит?» «Меня зовут Аркадин Сергей Сергеевич. Я нотариус вашего дедушки Котова Валерия Петровича. Примите мои соболезнования и простите за поздний звонок». «Что?» Павел машинально прихлебнул виски и вдруг поперхнулся, закашлялся. «Не понял. Какие соболезнования?» Голос на том конце, кажется, выдал свое замешательство. «Кхм, разве вам не сообщили? Сегодня утром ваш дедушка скончался после продолжительной болезни». Павел молчал несколько секунд. В голове появилась глухая и неприятная боль. Он не знал, стоит ли верить этой новости. Что за неизвестный нотариус? «Как мне убедиться в ваших словах?» – наконец вымолвил он. «Приезжайте ко мне в офис, я предоставлю вам заключение врачей, а также мы с вами обговорим дальнейшие действия. Вы можете записать адрес?» Павел похлопал по карманам пиджака. Золотая кредитка, пачка сигарет, зажигалка, в брюках ключи от машины. Даже пальто осталось в клубе. Ни блокнота, ни ручки, да и зачем? «К сожалению, нет. Я нахожусь на улице около клуба «Золотое сияние». В таком случае я вышлю адрес вам на мессенджер». «Давайте», – согласился Павел и завершил звонок. Он еще раз вздохнул в вечерний воздух и вернулся в помещение. Подошел к своему столику, виски уже не хотелось. Стакан с недопитым алкоголем с легким стуком занял свое место на лакированной столешнице. «Ты почему приуныл?» Ладонь друга легла на его плечо. Павел взял с кожаного дивана свое светло-серое пальто и оделся. «Пойдем покурим на улице», – буркнул он Роману. «Я поехал домой». «А как же я, Паш?» – поднялась с дивана Рита. «Я тебя отвезу позже или вызову такси», – пришел на выручку Роман. «Видишь, нам с Павлом поговорить надо». Улица была по-прежнему тихой и прохладной. Шум машин слышался все реже. Павел щелкнул зажигалкой и затянулся. «Ромка, мне сейчас позвонил какой-то нотариус. Сказал, что мой дед умер». Друг задумчиво выпустил дым и вздохнул. «Вот так дела». «Соболезную, Пашка. Любил деда-то». Павел почесал затылок. «Да не особо. Он меня вечно доставал своими поучениями о том, что достаток начинается с тяжелой работы», – Павел махнул рукой. «Это подходило ему, потому что он вырос деревенским парнем. У него были другие условия. А мне это зачем? Я имею родительские деньги, завещать мне их некому, потому что я не хочу иметь детей». Роман, внимательно слушая товарища, снова взял сигарету в зубы. «А чего ты тогда стал таким задумчивым?» Паша посмотрел на него. «Дед был богат. Ведь именно он основал сеть магазинов «Родная природа». Экологическая продукция, сам знаешь, это прибыльнее масс-маркета, особенно популярного обеспеченных людей, следящих за здоровьем. Кроме меня, наследников у деда нет. Все должно достаться мне». «Вот как», – задумчиво протянул Роман. «То есть ты вообще по жизни не паришься, да? Не хочешь создать какой-то стабильный бизнес, который будет работать на тебя? Жизнь-то длинная». Павел беспечно присвистнул. «Да, все равно. Есть деньги, живу и наслаждаюсь. Закончатся, придут новые. А может, и не придут. Я живу сегодняшним днем, приятель. Конечно, печально, что дед Валера помер, но ведь я теперь стану еще богаче. Зачем мне создавать бизнес? Родная природа уже слаженный бизнес, он и так будет работать на меня». Роман хмыкнул и выбросил сигарету на асфальт. «Как знаешь, приятель, в любом случае я соболезную по поводу деда. Вызвать тебе такси?» Павел мотнул головой. «Нет, я сам». На следующий день Павел, забрав свою собственную машину с клубной стоянки, уже стоял в незнакомом ему дворе, окруженном высотками. Офисное здание с голубыми окнами словно скрывало какие-то тайны, не позволяя проникать внутрь чужим любопытным взглядом. И вот Павел уже поднялся на четвертый этаж и легонько костяшками пальцев руки стучал в дверь безымянного кабинета, нумерованного 45. «Войдите», – раздалось изнутри. Павел вошел и осмотрелся. Небольшое помещение было слабо освещенным и не особо богатым на интерьер. Письменный стол с черным офисным стулом на колесиках, кресло в мягкой коричневой обивке для посетителей и небольшой книжный шкаф у стены, скорее для вида, чем для пользы. Павел мысленно усмехнулся. «Может быть, так и должен выглядеть кабинет нотариуса? Откуда ему знать, он никогда в это не вникал?» За письменным столом сидел Сергей. Он был немолод, лысоват, а на носу сидели очки авиатора, как у певца Антонова. «Такие были модными еще во времена деда», – промелькнуло в голове Павла. Ему вспомнились скользкие адвокатишки из сериалов, которые в его детстве часто смотрела мама. Такие низенькие очкастые клерки с бегающими глазами. Он отбросил глупые мысли. Наверняка сейчас он узнает правду и о деде, и о наследстве. Около стола стояли двое мужчин в черных костюмах. «Добрый день. Я Павел Котов. Это вы мне звонили вчера вечером?» «Да, это был я. Присаживайтесь, пожалуйста». Нотариус указал рукой на кресло напротив. Павел удобно устроился, закинув ногу на ногу. Он везде чувствовал себя, словно хозяин. «Как я могу удостовериться, что мой дед скончался?» Сергей Сергеевич Аркадин неспешно открыл папку, лежащую перед ним на столе. Вытащил лист формата А4 и протянул собеседнику. «Вот заключение врачей. Вы же знали, что у вашего деда была онкология?» Павел мотнул головой, вчитываясь в текст, но ничего в нем не понимая. «Нет, я не знал. В медицинских терминах он был не силен, но он действительно черным по белому увидел в этой выписке причину смерти». «Понятно», – заключил Павел. «Я возьму на себя похороны деда, сам с этим разберусь. Но ведь вы не только за этим меня позвали, не так ли?» Он с интересом бросил взгляд на клерка. «Вы правы», – Сергей Сергеевич снова раскрыл рыжую папку. Так же неторопливо, как и в прошлый раз. Сейчас он достал большой желтый конверт и вскрыл его тонким ножом для бумаги. Вытащил оттуда пару листов, скрепленных между собой. «Это завещание Валерия Петровича Котова, вскрытое впервые при вас и при свидетелях-юристах. Можете даже проверить у моих сотрудников документы». «Ну что вы, не стоит. Верю, верю». Павел выставил вперед ладони. «Читайте». Нотариус откашлялся и начал. «Я, Котов Валерий Петрович, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все свое имущество, выраженное в прилагающемся ниже списке, своему единственному родному внуку Котову Павлу Алексеевичу. В случае моей смерти он становится владельцем всего ниже перечисленного при обязательном выполнении условия. Оно состоит в том, чтобы Котов Павел Алексеевич переехал на постоянное место жительства на мою малую родину в деревню Глуховка. Он должен оставить все свое движимое и недвижимое имущество, приобретенное на наследство его родителей, организовать с нуля работу глуховской фермы и заработать на этом 1 миллион рублей с собственным трудом. При невыполнении условия все мое имущество перейдет в собственность государства». Ниже стояла подпись. Павел вцепился в подлокотники и медленно встал с кресла, гипнотизируя нотариуса расширившимися от новости глазами. «Что?» – прошепел он. «Это какой-то бред. Дед явно был не в своем уме. Вы издеваетесь?» «Документ перед вами, Павел Алексеевич», – невозмутимо ответил Сергей Сергеевич. «Вы получите большое наследство только при выполнении условий. Это стоит того. Ваш дед завещает вам трехэтажный дом, счета в банках и свою сеть продуктовых супермаркетов, а это огромная компания, сами знаете». «С этим завещанием что-то не так», – выкрикнул Павел. «Я ему не фермер». Сергей Сергеевич пожал плечами. «Я лишь исполнитель. Вы сами можете все прочитать черным по белому». Павел Котов дрожал от ярости. Жутко захотелось выпить. «Или нет, лучше сесть за руль и гнать на полной скорости, чтобы выпустить ярость». Он резко вышел из кабинета, с силой захлопнув за собой дверь. Ночью Павлу не спалось. Он все время думал о завещании деда. Как мог родной человек так его подставить? Хотя это вполне в его стиле. Деда всегда раздражал тот факт, что Павел не хотел работать, учиться чему-то, строить карьеру и пахать своим трудом. Сам же дед Валера вырос в деревне, а потом, переехав в столицу, построил империю под названием «Родная природа» практически с нуля. «А может быть, ну его к черту», – подумал Павел. «Гори оно огнем это наследство. Ведь у него еще есть деньги, ему есть на что жить. То, что завещали ему родители, погибшие в автокатастрофе, довольно большая сумма, которой должно хватить еще на несколько лет. А там будь что будет, все равно найдется выход. Павел Котов никогда не пропадал». Но беспокойство брало свое. Сон не шел, а тревожные мысли наоборот лезли в голову. «А может быть, все-таки стоит на всякий случай проверить свои собственные счета? Сколько там осталось? Узнать точную сумму?» Впервые за свою беспечную жизнь он по-настоящему заволновался. Если денег еще много, Павел мог бы спать спокойно и плюнуть на это наследство. Может быть, остаток своих собственных денег он действительно вложит в какое-то предприятие, прибыльный бизнес? Наверное, пора остепениться». Утром зазвонил телефон. «Паш, ну ты как?» Ромка был на проводе. «Ром, я тебе потом все расскажу», – буркнул сонный Павел и сбросил звонок. В голове по-прежнему свербила мысль – нужно съездить в банк. Он не привык откладывать дела на потом, наверное, потому что серьезных дел у него практически и не было. Уже в банке он запросил точные сведения и об оставшейся сумме на своем счете заказал выписку. Получив ее на руки, он похолодел. Лоб покрылся потом, а сердце глухо застучало. «Не может быть. Я не мог потратить столько денег за несколько лет. Ведь состояние родителей было таким большим». Павлу стало нехорошо. Хотя, может быть, это связано только с данным банком? Ведь счета Павла Котова были в нескольких банках страны. Но поездки, новые выписки и факты не порадовали мужчину. Оказалось, что действительно сумма, которая осталась на его картах и счетах, была совсем небольшой. Что же делать? Продавать имущество? А действительно, почему бы в срочном порядке не продать то, что у него есть? Забрать с собой деньги и уехать в эту глуховку? Тогда он и получит наследство деда и сбережет оставшиеся деньги. Однако Валерий Котов четко описал в своем завещании. Павел должен бросить все свое движимое и недвижимое имущество. Если он что-то продаст, даже оформив на другое лицо, эти адвокатишки все узнают, такая опасность существует. Павел напряженно думал и искал выход. Может быть, стоит посоветоваться с Ромкой? Все-таки его отец юрист. Но нет. Сейчас никто не должен знать об этих странных условиях. Нужно все обдумать, взвесить все «за» и «против». Весь день Павел ходил хмурый. Ромка звонил еще раз за два, но Павел хмуро отвечал, что ему некогда разговаривать по телефону. Один раз звонила Рита, но Котов вообще не стал брать трубку. Что же делать? Ведь поднять ферму – дело не шуточное. Это по плечу разве что бригаде специалистов, и то за долгое время. А он не знаком с этим делом не то что наполовину, но даже не на грамм. Для начала нужно съездить в эту деревню и посмотреть, что там вообще происходит. Может быть, вместо фермы там обитает одна старая корова. А может, это все фейк, глупый фарс и есть какое-то настоящее завещание, а не это Филькина грамота? Нет, все-таки нужно посоветоваться с другом. Павел сам набрал Романа. «Привет. Тут такое дело. Я бы хотел поговорить с тобой». «Ну, рассказывай». Павел вкратце поведал своему другу о завещании деда Валерия и условиях, выполнив которые он может получить наследство. Роман присвистнул. «Вот это да! И что ты думаешь делать?» «Не знаю», – ответил Павел. «У меня не такой большой выбор, как выяснилось». «Почему?» – спросил друг. «Я сегодня навел справки о своих счетах. Деньги кончаются, Ромка. Может быть и правда поехать в эту глуховку, а?» Роман задумался. «Дело твое тебе решать. Я тоже считаю, что выбора у тебя нет. Конечно, ты можешь вложить куда-то оставшиеся деньги, но ведь этого будет мало». «Ты прав», – вздохнул Павел. «Послушай, я съезжу в эту глуховку и посмотрю своими глазами, что там происходит. Жива ли ферма или вместо нее какие-нибудь пустыри. Поговорю с местными, а потом все тебе расскажу». Следующим утром Павел и впрямь поехал в деревню. Водителя он не взял, повел машину сам. «Навигатор здорово выручает», – подумал Павел. Проехав голубой указатель с надписью «Глуховка», Котов словно попал в прошлое. Его встречали маленькие домики, построенные умелыми руками деревенских мужчин, невымощенные дороги с разводами талого снега и весенней слякоти. А главное – тишина. «Был ли он здесь в детстве?» «Помнится смутно». «Подумаешь, деревня», – размышлял Котов. «Выживу». Раньше деревенская жизнь казалась Павлу каким-то другим миром из рассказов деда, советских повестей и старых революционных фильмов. Но сейчас это было место, где он намеревался начать жизнь сначала. Деревня, окруженная холмами с остатками тающего снега, казалась застывшим пейзажем из картины. Весь край был укутан ароматом свежего, ни с чем не сравнимого весеннего воздуха. Такого в городе не бывает. Вдали тянулись черные заброшенные поля, словно обманное обещание богатого урожая. Здесь ветер не торопился. Он лениво ласкал лицо, вызывая желание глубже дышать под его прикосновениями. Вот, кажется, и это старая ферма, которую ему нужно восстановить после смерти его деда. Когда Павел подошел ближе к хрупкому забору, он увидел, как на пустынной земле из-под грязного снега виднеется прошлогодняя чахлая трава. Неподалеку находился фермерский дом, в котором Павлу, видимо, и предстояло поселиться. Это строение выглядело изможденным, словно оно чувствовало свое забытие. Павел понимал, что перед ним стоит огромная задача, но сейчас она казалась такой невыполнимой, что он вздрогнул от мысли о ней. Вся эта история по-прежнему казалась ему странным сном. По мере того, как он оглядывал ферму, перед его умственным взором пронеслись образы прошлого. Еще не старый дед Валера, приезжавший к ним в гости и с удовольствием рассказывающий про работу на полях, несмотря на годы и бури, о заботливом ухаживании за каждой коровой и ощущении счастья, цветущего вокруг этих земель. Павлу слушать это было скучно и неинтересно. Ему хотелось веселиться, играть с друзьями и больше ничего. Сейчас, в настоящем, Котов понимал, что ферма нуждалась во всем. В новых заборах, восстановленных пастбищах, улучшенном инвентаре и, конечно же, в рабочих руках. Вести всю эту огромную затею Павлу придется одному, но он был уверен, что все возможно, если только подарить этому месту частичку той заботы, которую некогда давал его дед. Одна из первых мыслей, которые пришли в голову Павла – привлечь сюда местных жителей, не только как работников, но и как участников процесса. Ведь ему казалось, что в деревне всегда высоко ставят солидарность и взаимопомощь. Что ж, теперь настало время воспользоваться этими ценными качествами. Павел прогуливался по узкой улочке деревни, рассматривая каждый дом. Ему чудилось, что эти дома изучают его тоже, словно внука их старого друга, который больше никогда сюда не приедет. Вдруг он заметил молодую стройную девушку, которая медленно шла по тропинке, поглядывая вдаль. Ее длинные светлые волосы, собранные в низкий хвостик, мерцали бликами на холодном свете весеннего солнца, словно золото. Девушка была одета в черные резиновые сапоги и дутую коричневую куртку, из-под которой выглядывал подол домашнего платья. Павел прибавил шагу и, подойдя поближе, попытался приветствовать ее. «Откуда и куда такая хорошенькая?» – мягко произнес Павел, пытаясь улыбнуться. Девушка на мгновение замерла в удивлении от неожиданной встречи с незнакомым человеком в этой глухой местности. «А вам какое дело?» – наконец ответила она коротко и немного пугливо, как будто сохраняя дистанцию от этого неприветливого мира. «Я только сегодня приехал. Меня зовут Павел», – продолжил парень, стараясь привлечь ее внимание. Она нахмурилась, словно пыталась понять, что он хочет от нее, и промолчала. «Не старайся выглядеть такой неприступной», – сказал он, пытаясь снять напряжение. «Извини, если напугал. Я здесь впервые, у меня есть задание. Не подскажешь мне, как найти кого-нибудь, с кем я могу поговорить о сельскохозяйственных делах?» «Вам туда», – девушка указала рукой на один из домов вдалеке. «Это правление. Председателя зовут Борис Иванович Сизов». «Спасибо», – Павел улыбнулся и взглянул в чистые голубые глаза собеседницы. «А тебя-то как зовут?» «Алена. Я работаю здесь дояркой». Котов усмехнулся. «Дояркой? Ты? Тебе бы моделью работать надо, а не перед коровами красоваться». Алена недоверчиво посмотрела на него. «Я вашего совета, кем мне работать, не спрашивала. Мне нечего с вами обсуждать. Я спешу». Павел решил не настаивать, понимая, что своим напористым вниманием он только спугнет незнакомку и кивнул в знак понимания. «Деревенские девушки не такие, как столичные богатые штучки. Их фамильярное отношение может и обидеть». Он пошел дальше, решив, что ему просто нужно время, чтобы понять местные манеры и научиться общаться, дабы снова не вызвать неловкость. Наконец Павел оказался перед домом, где, как сказала Алена, находилось правление деревни Глуховка. За столиком, над которым висел большой портрет президента в деревянной рамке, сидел пожилой мужчина. Он взглянул на вошедшего гостя взглядом хозяина. Это и был Сизов Борис Иванович. «Добрый день», – поздоровался Павел, входя в дом. «Меня зовут Павел Котов. Мой дед когда-то жил в этой деревне и поручил мне заняться одним делом. Для этого я и приехал поговорить с вами. Мне сказали, что вы можете помочь с фермой». «Добрый день», – ответил Борис Иванович, поднимая глаза от бумаг. «А чем именно я могу помочь?» Павел снова начал объяснять, что он внук Валерия Котова, который раньше жил здесь и владел этой фермой. Что он в молодости уехал в город, основал там крупный бизнес, а на днях скончался, завещав просьбу восстановить ферму. «Если честно, я ничего не смыслю в этих делах», – вздохнул Павел. «Мне нужна ваша помощь». Борис Иванович слушал внимательно, потом проговорил. «Я помню дядю Валеру. Он учил нас, пацанов, плавать, водить трактор, пахать поле. Он годился мне в отцы, и вся деревня уважала его за трудолюбие. Я рад встретиться с его внуком». Он через стол протянул руку Павлу, и Котов пожал ее. Борис Иванович рассказал о проблемах фермы. Конечно, вкратце. Все было так, как и предполагал Павел. «Нехватка рабочей силы, техники и грамотных специалистов, способных договориться по поводу поставок в магазины». «Что конкретно нужно предпринять, чтобы восстановить хозяйство?» – не унимался Павел. «Как могу помочь лично я, учитывая, что сейчас у меня нет финансов?» Разговор становился все более серьезным, и Павел понимал, что его ждут нелегкие испытания и непростые решения. Но в глубине души он, как ни странно, чувствовал, что уже готов принять вызов деда. «Главное – привлечь больше сотрудников», – начал Сизов. «Если у вас есть связи, можно привлечь в деревню рабочие руки. Еще зерно. Запасов у нас немного. У всех местных жителей собственные огороды. Каждый выращивает продукцию для личного пользования. Все они работают у нас, но людей мало, прибыли тоже, соответственно, и зарплата у всех небольшая. А на ферме нужен слаженный рабочий коллектив, как настоящая семья. Дружелюбная атмосфера нужна, как в советских колхозах, понимаете ли. В общем, бедная у нас глуховка. Машины, конечно, необходимы. Обрабатывать землю, возить инструменты, урожай. А скотный двор у нас тоже не очень большой. Залог успешного хозяйства – здоровые животные. Им нужны регулярные ветеринарные осмотры, правильное кормление и уход. Это, брат, как в бизнесе. Если хочешь прибыль, нужно сначала вложиться. Я подумаю над вашими словами. Скажите, живет ли сейчас кто-нибудь в бывшем доме моего деда? Там жила семья, но эти люди уехали год назад, и теперь дом пустует. Могу я поселиться в нем? Хотя бы на время? Конечно. Войдя внутрь деревенского фермерского дома, Павел моментально ощутил атмосферу заброшенности и забытости. Густая пыль, словно непроницаемая пелена, окутывала поверхности и каждый предмет в комнате. Ветхие вещи, лежащие на полу или на старых деревянных стеллажах, будто замерли во времени, отражая прошлые годы. Старые доски скрипели под ногами, и их поверхность казалась изрытой временем и следами прошлых жильцов. Подумать только. Здесь жили прабабушка, прадедушка и дед Павла. Простые и скромные люди, которые трудились на ферме и строили свое счастливое будущее. Но с течением времени жизнь на этой земле изменилась, и дед уже не мог здесь оставаться. Бизнес он построил в столице, тем не менее руководя поставками товара с успешных ферм по всей стране. Сельское хозяйство навсегда осталось в его сердце. Мебель, стоящая в доме, тоже выдавала следы былой жизни. Стол со стульями, где когда-то собирались вместе вечерами, рассказывая истории и делясь радостями. Старый, но надежный печной шкаф, где готовили вкусные блюда и хранили запасы на зиму. Также в доме можно было заметить следы последующих жильцов, деревенских людей, которые на время здесь перебивались. Кровать, застеленная довольно новым на вид покрывалом, вязаный цветной половичок на скамейке у стены, и оставленные на столе книги, как будто жильцы вот-вот вернутся и продолжат свою повседневную рутину. Внутри дома царила тишина, которая только подчеркивала молчаливую историю этого места. Давным-давно здесь кипела жизнь, звучали смех и голоса, а сейчас все как будто застыло. Однако в каждом шорохе и скрипе полов прослеживался дух минувших времен, напоминая о том, что когда-то здесь была настоящая жизнь. Павел задумался. Он никогда не интересовался, чем живут люди, образ жизни которых отличается от его богатой столичной жизни. Что их интересует, чем они увлекаются, как обеспечивают свой быт. Теперь жизнь за руку привела Котова к этому новому для него миру. Павел весь день провел долгими часами, лежа на пружинистой деревенской кровати и внимательно раздумывая над каждым словом, услышанным от Бориса Ивановича. Нужно было наметить план и действовать. Но где найти этих нужных людей? Хорошо, что в этом пути к восстановлению фермы его ждала поддержка Сизова, желание учиться и стремление создать что-то новое. Итак, вот что к ночи Павел Котов уже имел в дальнейших планах. После того, как люди и машины будут найдены, уделить внимание внедрению новых технологий и методов ведения сельского хозяйства, чтобы сделать работу более эффективной и экологически безопасной. Он мечтал увидеть эту ферму как образец устойчивого земледелия, где процветают не только культуры, но и сама природа. Так начался его путь. На следующий день с помощью Бориса Ивановича Павел организовал собрания для всех жителей деревни, собрав их в небольшом зале местной школы. Он стоял перед публикой с решительным выражением лица, готовясь поделиться своими планами в отношении будущего развития сельского хозяйства и прибыли для работников глуховки. «Уважаемые жители деревни», — начал Павел, — «меня зовут Павел Алексеевич Котов. Я внук Валерия Петровича Котова, который жил и работал в этой деревне. Сегодня я хотел бы обсудить с вами важный вопрос — восстановление вашей фермы. Мы все знаем, что она была важным источником дохода для наших предков, и я верю, что мы можем вернуть ее к былому величию». Несколько голосов в зале поддерживающей кивнули, а кое-кто выразил свои сомнения. Павел сделал глубокий вдох и продолжил. «Я понимаю ваши сомнения. Неизвестно, где брать зерно, технику, дополнительных рабочих, но мы знаем, что у каждого из нас есть свои земельные участки и свои зерна для посева. Я предлагаю каждому из вас выделить небольшую часть зерна для общего посева на ферме. Мы даже составим договоры, если хотите. Помните, после революции по стране формировались колхозы? Может быть, стоит попробовать? Как считаете? Наша цель — обеспечить прибыль и процветание для всех жителей деревни и даже выйти не только на местные магазины и рынки, но и на поставки в крупные города. В зале раздались шепоты возражения. А что, если что-то пойдет не так? Мы потеряем свой собственный урожай. Как мы сможем договориться о совместном использовании сельскохозяйственной техники? Нам не дадут. Павел, это сложно. Мы не можем так быстро восстановить ферму. Павел улыбнулся и сказал с уверенностью. Я понимаю, что это задача, которая потребует совместных усилий и согласования. Я обещаю заключить договор о выдаче в аренду сельскохозяйственной техники с другими сельхозпредприятиями, чтобы помочь нам. Мы можем договориться о разделе прибыли согласно вкладу каждого участника. Нам нужно работать вместе, чтобы достичь успеха. Вы же понимаете, что с продаж в магазинах прибыль будет двойная или тройная. Несколько жителей деревни, вдохновленные речью Павла, начали обсуждать возможности повышения молочной продукции и поиска новых сотрудников для фермы. В зале вспыхнула искра надежды. По окончании собрания жители деревни разошлись. Павел, не обращая внимания на остальных, направился к Алене, которая стояла у двери. «Алена, я рад, что ты тоже пришла. Может, погуляем, познакомимся поближе?» «Ты красивая», – сказал он, пытаясь привлечь ее внимание. Алена отвернулась и с небольшой иронией в голосе ответила. «Павел, ты городской, богатый парень. Я совсем не знаю тебя. Может быть, ты привык красиво говорить, но на деле ничего не стоишь». «Да не богатый я. Сейчас я начал с нуля в этой вашей глуховке. Просто ты не знаешь всего». Павел почувствовал укол разочарования. Он привык к женскому вниманию и легкому флирту и не ожидал такой реакции от Алены. Раньше ему казалось, что простую деревенскую девушку проще ослепить столичным шиком и очаровать. Но и правду говорить он не хотел. Признаться Алене в том, что он нигде не работал и растратил все родительское наследство, значит выставить себя совсем в невыгодном свете. Котов пытался улыбнуться и сказать что-то, но девушка уже повернулась и ушла. Он остался стоять один, смотря как Алена удаляется. В его сердце рождалась решимость доказать ей, что он способен не только говорить, но и делать. Восстановление фермы стало его приоритетом, а прибыль для каждого жителя деревни – его обещанием, которое он надеется выполнить. Весь месяц Павел занимался тем, чтобы выхлопотать у администрации хотя бы немного техники. Нужно было обработать и засеять почву. Но областной центр, к которому относилась Глуховка, оказался весьма неприветлив. Здесь сохранялась лютая местечковая бюрократия, результатом которой были огромные очереди и всевозможные поводы для отказов, потому что просящих предпринимателей было довольно много. Сам Павел действовал от имени правления деревни. Чтобы открыть собственное индивидуальное предприятие, у него пока не было средств. Он опасался нарушить условия завещания деда и забрать из столицы оставшиеся деньги. Каждый день юристы проверяли его счета. Но усилия были не напрасны. Павел поднял свои связи. Это по завещанию не возбранялось и не упоминалось в условиях. Так как сам Котов имел сомнительную репутацию и не вел никакого бизнеса, многие серьезные компании не предоставили бы ему никаких льгот и поблажек, а тем более на доверие. Поэтому пришлось просить своих именитых знакомых, чтобы они поручились за него и сами договорились об аренде сельскохозяйственной техники в лизинг или под будущие проценты. В долг. Требовалось для начала немного. С помощью председателя и работников деревни Павел составил список всего необходимого и прилагал его к своим письменным и устным просьбам. С помощью связей дело начало продвигаться. Да, Павлу пришлось всем пообещать будущую прибыль, но внутри себя он опасался надолго влезть в долги. Вести бизнес он не умел. Да и наставников здесь в Глуховке не было. Зато был доступ в интернет. Котов ежедневно штудировал статьи сельскохозяйственных сайтов, внимательно изучая современные способы получения хорошего урожая и ухода за домашним скотом. Коровы в деревне были, но нужно было увеличивать их приплод и надои. К тому же нанять еще нескольких доярок. Помимо Алены, здесь работали еще три женщины. Сайты вакансий стали бесценным ресурсом, помогающим найти опытных доярок и других работников в готовых присоединиться к команде. Заключив договор о поставке кормов в кредит, Павел обеспечил необходимое питание для коров. В течение всей весны на полях Глуховки уже активно велись работы. Почва прогрелась до оптимальной температуры и стала готова для посева. Началась вспашка, внесение удобрений, посадка семян и уход за ними. Как только посеянные культуры дали первые всходы, начался период более активного ухода, включающий в себя прополку, полив, а также контроль за вредителями и болезнями. Теперь Павел убедился лично. Сплоченность деревенских жителей и их готовность помочь в общем деле – не миф, а реальность. Если бы не вера в него всех этих людей, ничего бы не получилось вот так, с нуля. Следующим шагом для Павла было договориться с оптовиками о поставках зерна, молока и молочной продукции. Он хотел установить долгосрочные партнерские отношения, но здесь была нужна не только производственная, но и коммерческая и маркетинговая стратегия. Снова пришлось поднимать связи и обращаться к столичным знакомым, ведущим торговый бизнес. Необходимо было выплатить зарплату работникам после первых продаж. Все это время Павел не раз пытался разговаривать с Аленой и познакомиться с ней поближе. Ему интересно было понять ее лучше и наладить с ней близкие отношения, но здесь проложить путь оказалось не так просто, потому что Алена была по-прежнему строга и недоступна. Она ощущала необходимость в доверии и понимании, но видела в Павле лишь потенциального игрока. Все изменила случайная встреча у старого болота, которое находилось неподалеку от поля. Начиналось лето, но утро было прохладным и рассвет красиво освещал окружающую природу. Девушка уже успела подоить своих коров и теперь возвращалась. «Доброе утро, Алена!» Павел помахал ей рукой и подошел поближе. «Смотри, как красиво на небе и даже на болоте, словно природа подарила нам свою сказку», — сказал парень, указывая на тихую воду, играющую отражениями утренних лучей солнца. «Алена кивнула. Да, на рассвете красиво. Я всегда хожу доить коров пять утра, когда встает солнце, а сейчас еще больше работы на ферме», — ответила Алена, улыбаясь, наблюдая за игрой света на воде. «Устаешь?» — сочувственно спросил он. Девушка пожала плечами. «Немного». Теперь, когда появилась возможность, Павел не знал, о чем именно говорить с Аленой. Они были из разных миров, но его непреодолимо тянуло к ней. «Наверное, ты думаешь, что я необразованная? Со мной поговорить-то не о чем», — словно прочитала его мысли Алена. «Нет, что ты». «Знаешь, хоть работа у меня и не из престижных, но я люблю читать. Бабушка часто привозила мне книги из города». Это был момент истинного сближения. Момент, когда Павел почувствовал, что придет время, и они смогут пообщаться о многих вещах. Несмотря на более открытую улыбку и разговоры, Алена все еще не доверяла Павлу полностью. Ей было сложно принять его искренние намерения из-за его прошлой обеспеченной жизни. Павел чувствовал эту стену недоверия, потому что даже в обыденных разговорах он ощущал, как Алена аккуратно охраняла свое личное пространство. «Алена, я по-настоящему ценю наше общение. Я не хочу тебя поставить в неудобное положение или вызвать даже тень сомнения. Хочу лишь, чтобы ты знала, что мне важно твое мнение, твоя поддержка, и я говорю совершенно искренне», – сказал Павел, смотря в ее глаза с внезапно появившейся внутри теплотой. «Паша, приятно это слышать, но ты же понимаешь, что я очень серьезно отношусь к теме любви. Я не хочу ошибок, расставания и боли. Я не хочу неизвестности и игр, но иногда мне кажется, что я хочу доверять тебе. Я не знаю, что об этом думать», – ответила Алена, пытаясь выразить свои сложные чувства. Этот разговор был важным шагом в их отношениях. Павел начал понимать, что за этой сдержанной маской скрывается ранимая душа, нуждающаяся в истинном понимании и настоящей, честной мужской заботе. Павел осознавал, что для достижения доверия и принятия Аленой ему нужно дать ей время и показать свою постоянную поддержку независимо от ее решения. Порой чувство требует терпения. Они стали чаще прогуливаться вместе, выбирая для этого рассветное или сумеречное время, когда природа вокруг спокойна и никуда не нужно спешить. Однажды, когда они сидели в поле, наблюдая, как солнце садится за горизонт, Алена вдруг обратилась к Павлу. «Знаешь, Паш, я действительно ценю твою искренность и твою заботу. Это новое для меня. Ты дал мне время и подарил свою поддержку, не требуя ничего взамен. Я согласна, что нам нужно лучше узнавать друг друга, но давай не будем спешить. Я надеюсь, ты поймешь меня», – сказала Алена, слегка улыбаясь. Улыбка украшала ее веснушчатое лицо и светлые глаза блестели, отражая первые солнечные лучи. В этот момент Павлу очень хотелось ее поцеловать. Но он понимал, что еще не время. Он видел, что, несмотря на все препятствия между ними, начинает зарождаться что-то особенное. Только бы не спугнуть это чувство. Он пообещал себе вложить все свои усилия, чтобы заслужить любовь этой простой, но в то же время такой необычной девушки. Павел и Алена, сами того не заметив, стали героями своей собственной сказки, что заставило их открыть новые главы в своей жизни. Довольно часто своего друга в Глуховке навещал Роман. Каждый раз, приезжая на своем роскошном Мерседесе, он привозил Павлу наборы дорогих продуктов, сигареты, элитное вино или виски. Это не возбранялось и считалось просто дружеским подарком. Романа Котов тоже просил о содействии. Наверняка у того есть знакомые в области сельского хозяйства, оптовых закупок, продуктов или рекламной деятельности. Роман все время горячо обещал разузнать, помочь, порасспрашивать, но в конечном итоге все заканчивалось телефонным звонком и начиналось безрадостными вздохами. «Слушай, Паш, прости, тут такое дело. Не вышло это». Павел пожимал плечами. «Ведь Ромка не виноват, видимо, просто у него не те связи». Тем не менее, коммуникабельность и умение убеждать были прекрасными качествами Котова. И именно сейчас они пригодились как никогда. Он продолжал ездить по предприятиям, рекламным компаниям, вести переговоры, мог наобещать сверхприбыль, прекрасно понимая, что сильно рискует подорвать доверие. Но некоторые компании все же заключили с ним договора, и Павел был счастлив. Он даже посмеивался в глубине души. Подумать только. Если бы ему кто-то сказал раньше, что он будет так радоваться из-за того, что стал фермером, он бы поднял собеседника на смех при всех. Удивительно, как радикально порой меняется жизнь. Зерно и молоко оптовикам возили две фуры. Немного транспорта, конечно, и требовалось несколько заходов, но Котов радовался, что смог раздобыть хотя бы их. Одна корова ожидала приплод. Павел уже начал строить планы на будущее по поводу поставок мяса, но для этого нужно будет прикупить еще скота. Несомненно, сначала нужно было заработать первую прибыль и рассчитаться с работниками, только бы все продолжалось в таком же темпе. Теперь у Павла появилось уже больше уверенности в том, что он сумеет заработать миллион на ферме к концу года и получить наследство деда. А там, будь что будет. Пока что Павел Котов шел по намеченному плану. Но редко бывает так, чтобы задуманное на долгий срок сбывалось гладко и без помех. Прошло совсем немного времени после первых продаж оптовых партий. Павел уезжал в город на очередные переговоры. По возвращении в Глуховку он еще издалека увидел Алену, которая встревоженно ходила туда-сюда около его дома. Павел заглушил мотор и вышел из автомобиля. Девушка подбежала к нему, и он обратил внимание на ее волнение. «Что случилось?» спросил Павел. Тревожное предчувствие уже царапало душу. «Паша, корова пропала!» «Марта!» Парень удивленно вскинул брови. «Как пропала?» «Кто в маленькой деревне мог украсть корову?» «Может, плохо привязали?» В глазах доярки стояли слезы. «Да я сама лично ее привязала. Она не могла уйти!» Павел снова открыл дверь машины. «Садись, поедем к коровнику». Девушка забралась в просторный салон. Раньше она никогда не ездила в таких роскошных и дорогих машинах, но сейчас у нее было не то настроение, чтобы наслаждаться такой возможностью. Тревога за корову и мысли о краже занимали ее сознание. Алена лишь опасалась запачкать светлую обивку сидения своей рабочей одеждой. Прибыв на место, Павел встревоженно оглядел ферму, пытаясь выявить следы странных происшествий. Что за странные события? Все так подозрительно. Что происходило здесь в его отсутствии? Почему исчезновение коровы осталось незамеченным доярками работниками полей? Значит, скорее всего, корову увели ночью. Беспокойство мужчины усилилось, когда он обнаружил следы возле коровника. Конечно, это могли быть отпечатки обуви местных жителей. Также он увидел полосы от колес, это было вполне объяснимо. Фуры ежедневно подъезжали сюда загружать товар. Но один след человеческих ног вел в сторону леса. Что это за странные дела начались на ферме? Бормотал Павел, скрестив руки на груди и глядя вдаль. Затем он машинально прохлопал по карманам в поисках сигарет, вытащил пачку. Щелкнула зажигалка, вспыхнув длинным оранжево-синим пламенем. «Паша, я кое-что вспомнила», – робко подала голос Алена. «Может быть, это имеет отношение к пропаже, но я не уверена». Павел выдохнул дым. «Алена, мы в таком положении, что лучше рассказать все, что ты считаешь подозрительным». «На днях я видела какого-то парня. Он был не из наших, я точно знаю. Ошивался то возле забора, то недалеко от коровника. Второй раз девочки видели его у гаража, где стоят наши грузовики. Котов встрепенулся и пристально посмотрел на девушку. Как он выглядел?» Доярка задумалась, вспоминая. «Лица я не видела. Такое ощущение, что этот парень не хотел, чтобы его заметили. Он был в джинсах и черной толстовке. Среди молодежи сейчас многие так одеваются. Руки человек держал в карманах, а голову прятал под капюшоном. Павел начал вспоминать, но не мог узнать по этому описанию никого из своих знакомых. Раньше он вращался в высшем столичном свете, и все его окружение носило исключительно брендовую одежду классического стиля и так называемые образы олд-мани. Весь вечер Павел то ходил из угла в угол, то сидел за столом и курил. Одинокая фигура в капюшоне, о которой Алена сообщила ему, не давала мужчине покоя. Внутреннее чувство подсказывало ему, что эта фигура точно имела какое-то отношение к странным событиям на ферме. Пора окончательно разобраться в этой неожиданной тайне. Павел встал. Надо узнать, куда ведут следы. Если их смоет дождем, то ускользнет какая-то важная зацепка. Он почувствовал необходимость снова увидеть Алену. Павел отправился к ней домой. Спустя несколько месяцев он уже так легко ориентировался в улицах Глуховки, так хорошо знал каждый дом и каждого жителя, что ему казалось, будто он жил в этой деревне несколько лет. Эх, если бы были деньги. Он прикупил бы на ферму еще и курочек, а улицы велел бы выложить асфальтом. Но как, есть мысли? Спросил Котов Алену, когда они не спеша шли от ее ворот в сторону коровника. Да не особо, девушка пожала плечами. Надо разгадать эту загадку вместе с нашими соседями. Давай спросим у них. Может быть, кто-нибудь знает этого человека? Я все больше и больше уверен, что существует связь между этим незнакомцем и пропажей нашей коровы, задумчиво ответил Котов. Их разговор был прерван резким звонком. Алло. Да, это я. Что? Когда это произошло? Спасибо за звонок. Павел прервал свой разговор, обернулся к Алене. Звонил Борис Иванович. Он мне сообщил, что издалека, у поля, видел человека с тем описанием, которое ты давала. Говорит, этот человек как-то подозрительно рассматривал деревню. Алена обратила внимание на постоянные пристальные взгляды Павла в сторону леса. Паша, ты думаешь, нам стоит сходить туда на поиски Марты? Вполне возможно. Посмотри, отсюда ведут чьи-то следы в том направлении. Деревенские часто туда наведываются. Алена удивилась и развела руками. Какие глупости. Ну что делать в лесу? Через него даже в соседнюю деревню не попасть. Она с другой стороны. Тем не менее, кто-то туда ходил, смотри. Он остановился у коровника и указал на землю. А корову он что, нес на себе? Скептически проговорила доярка. Где следы животного-то? Павел почесал затылок. И правда. Выводы напрашивались сами собой. Марта была хорошо привязана и сама уйти не сумела бы. Увести на поводу ее тоже никто не мог. Потому что чуть дальше коровника вообще не было свежих следов копыт. Остается один вариант. Корову вывезли на машине. Так как животное крупное, то наверняка здесь понадобился грузовик. Павел щелкнул пальцами, как всегда, когда додумывался до чего-то важного. Итак, надо проверить, где сейчас фермерские грузовики. Фуры стояли на месте. Работа на сегодня в связи с пропажей коровы тоже встала. Иван, окликнул котов одного из водителей, курившего около кабины. Да, Павел Алексеевич. Ты когда выезжал последний раз? — Вчера, — немного удивленно ответил тот. Мол, чего спрашивать, и так все видели, что он увозил товар. А Андрюха? — Не знаю, кажется, тоже. — А где он? Иван махнул рукой. — Дома, спит. Сказал, что у него болит голова. — Ладно, отдыхай. Павел снова вернулся к Алене. — Послушай, мне все-таки хочется посмотреть, куда ведет этот след. Возможно, человек ходил далеко в чащу, поэтому ты сама реша, идешь со мной или нет. Я в любом случае должен выяснить, куда ведут эти неизвестные следы. Даже если не этот человек украл корову, он может быть связан с тем, кто это сделал. Ты со мной? — Конечно. Без тени сомнений ответила девушка. Они отправились искать это предполагаемое место последнего пребывания незнакомца. И Павел и Алена уже были уверены, что это следы парня в толстовке или тех, с кем он в сговоре. Они шли, и под их ногами ломались тонкие ветки. А зеленая сетчатая крона высоких деревьев, словно кружева, пропускала лучи солнца, которые причудливыми узорами ложились перед ними на землю. След действительно завел их далеко в лес и оборвался. Здесь человек останавливался, топтался на месте, возможно, сидел на корточках и, судя по отпечаткам на сырой земле, разворачивался назад. Значит, здесь, в этом месте, возможно, и была какая-то разгадка. Неподалеку они заметили поломанные ветви куста, словно указатель, и маленькую насыпь, вроде рукотворного холмика, какие делают дети из песка. Павел, озаренный решимостью, принялся рыть землю руками, надеясь найти что-то значимое. Вдруг его пальцы ощутили холодный металл, спрятанный ключ. «Алена, посмотри, что я нашел!» – воскликнул Павел, еле сдерживая свое волнение. «Ключ? Но что это за ключ? Отчего он и кому может понадобиться?» – задумчиво проговорила Алена. Взгляд ее скользнул по лесной глуши, словно ища ответы среди старых деревьев. Кроме них двоих, здесь никого не было. Конечно, с Павлом девушка чувствовала себя защищенной, но все равно мурашки пробегали по спине от этой непривычной атмосферы и неизвестности. Павел решительно взял ключ с собой. Они обошли, осмотрели ближайшие заросли и лесные поляны, но больше ничего обнаружить не смогли. Уставшие от дальней прогулки, тяжелыми шагами, Котов и Алена направились обратно. Ласковые лучи солнца все так же пробивались через зеленую крону, создавая удивительную игру света и тени. Воздух был пропитан запахом свежей листвы и живительной влаги, обволакивающей лес. Какие бы ни были проблемы и дела у людей, природа жила своей жизнью. Она не спешила, соблюдая свой вечный ритм и смену дня и ночи, времен года. Внезапно Алена споткнулась о какой-то корень. Резкая боль пронзила лодыжку, которая неуклюже подвернулась от неловкого движения. Девушка вскрикнула и чуть не упала. Павел, обеспокоенный ее состоянием, тут же поддержал девушку. «Держись за меня. Вот так, хорошо». Он аккуратно подвел прихрамывающую спутницу к поломанному стволу дерева. «Тебе нужно сесть, а я посмотрю, что с твоей ногой». Да ярко нахмурилась. «Ну вот, от меня никакой помощи. Я только помешала тебе». Он взял руку девушке в свою и нежно ее пожал, затем посмотрел в глаза полной растерянности. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я здесь, с тобой. А это лишь мелкие неприятности, которые закончатся», – прошептал он, улыбаясь ей. Алена взглянула на него с благодарностью и тоже улыбнулась в ответ. Ее сердце словно затрепетало, как пишут в романах и стихах. Она ощутила, как чувство благодарности и признательности к Павлу Котову начало превращаться в нечто большее. Но девушка пока что опасалась уверенно называть это чувство любовью. Павел, смотря на Алену, переживал собственную внутреннюю бурю. Его сердце забилось сильнее, а дыхание стало более тяжелым. Несмотря на проблемы, мир рядом с Аленой становился ярче и красивее. Но Павел тоже не торопился признаваться в своих чувствах, не зная, как девушка отнесется к этому. «Паша, спасибо, что ты поддерживаешь меня». Алена задумчиво заправила за ухо прядь выбившихся из косички волос. «Знаешь, ты совсем другой. Так изменился с тех пор, как мы встретились впервые». «Вот как». Павел ласково усмехнулся, в глазах мелькнули искорки. «К лучшему или к худшему, скажи». «Для меня к лучшему, конечно. Когда я увидела тебя тогда на дороге, я сразу поняла, что ты городской мажор. Пафосный богатея из этих, ну, про кого часто в светской хронике передают. Такие нашей простой деревенской жизни и не знают». «Я и был такой», – вспомнил Павел. «Мои родители оставили мне наследство. А я поступил глупо. Не открыл свой бизнес, не продолжил родительский, просто тратил, тратил, пока не осталось совсем мало». Алена положила голову на его плечо. «А потом?» «А потом умер мой дед. Это тот самый дядя Валера, которого здесь знают старики. Он вырос в этой деревне, потом уехал в город и открыл бизнес. Слышала о сети продуктовых магазинов родная природа?» «Вроде да. Это для богатых. Просто продукция там экологически чистая, произведенная в экоусловиях. В этом разница с обычными магазинами. Сертификаты, все дела». Алена подняла голову. «А в нашей глуховке не подходящие экологические условия?» Котов вдруг замер озаренной новой идеей. «Вполне подходящие. Тут есть над чем подумать в будущем. Павел подмигнул девушке и встал. Попробуй шагнуть. Если не сможешь идти, я понесу тебя». С каждым словом, каждым мгновением пребывания вместе их связь становилась сильнее и глубже. Парень нес девушку через лес на руках, и Алена вдруг осознала, что на самом деле Павел уже стал для нее самым близким и дорогим человеком. В его глазах она видела все, о чем всегда мечтала, и теперь она не могла себе представить жизнь без него. Но что, если он не разделяет ее эмоции? Павел, в свою очередь, чувствовал, как его сердце наполняется теплом и счастьем рядом с Аленой. Он уважал ее силу и решимость, но одновременно и жаждал защитить ее от боли и несчастий. Он понимал, что это нечто большее, чем просто дружба. Под ласковыми каплями летнего дождя Котов медленно продвигался через лес с девушкой на руках, с каждым шагом становясь все ближе к своей деревне. До своего дома Алена доковыляла уже на ногах, поддерживаемая под руку Павлом. Девушке было неловко, что Котов нес ее так долго, и она волновалась, что парень устал. Павел помог Алене присесть на постель. «Вызвать тебе врача?» «Нет, не нужно, Паша, вроде бы лодыжка не опухает», – ободряюще улыбнулась Алена. «Иди по своим делам, все будет хорошо». Павел решился. Он вдруг нежно поцеловал девушку в щеку. Сделал это так быстро, что Алена не успела отреагировать. И так же стремительно вышел. Предстояло важное дело – найти хозяина ключа и тот замок, который он открывает. Лучшим решением было опросить местных, может быть, кто-то из них хватился потери. Котов решил начать с Бориса Ивановича. Председатель повертел ключ в руках. «Никаких опознавательных знаков, только шнурок замусоленный. Самый стандартный ключ, не мой это точно». Павел закурил в задумчивости. «Слушайте, Борис Иванович, а от чего он вообще может быть? Со своими ключами я сравнивал – от дома, от коровника, от фермерских сараев, да от всего. Паша, может, нам обойти соседей?» Котов скептически усмехнулся. «Думаете, кто-нибудь сознается, что замешан в краже?» Борис Иванович развел руками. «Ну, мало ли, вдруг этот ключ тоже был украден у кого-то, кто не имеет отношения к делу». Павел почесал голову. «Ну и детективчик». Сначала опрос местного населения ни к чему не привел. Лишь только водитель Иван, когда очередь дошла до него, повертел ключ в широких пальцах и недоуменно крякнул. «Так у моей фуры такой. Только вот шнурок не мой-то. Смотри, Алексеич, мой-то вот он, в грузовике торчит». Водитель подошел к машине. Павел и Борис Иванович следом за ним. Открыв дверь, Иван забрался в кабину и указал на приборную панель. «Вот он, мой ключ, сейчас заведу». Мотор зарокотал. «Заглуши, Иван!» – крикнул председатель. Иван выключил мотор и снова спрыгнул на землю к собеседникам. «А вы спросите у Андрюхи, второго водителя, может, это он потерял?» «Точно. Спасибо, Иван!» – Павел хлопнул мужчину по плечу. Вокруг дома вышеупомянутого Андрея звенела тишина. Та самая, когда стук в дверь возвращался из комнат наружу тихим эхом, сообщая, что хозяина нет дома. Подозрение Павла росло. Они вернулись в гараж, где уже никого не было. Там стоял грузовик, тот самый, второй. Котов запрыгнул в кабину, вставил ключ. Грузовик взревел, готовый к движению. «Вот так номер!» – всплеснул руками Борис Иванович. «Послушайте». Павел заглушил мотор и спустился вниз. «Никто не должен знать, что мы здесь были. Подождем, когда вернется Андрей, и я поговорю с ним. А пока у меня появилась одна мысль. Я поеду по соседним деревням, возможно, корову спрятали именно там». «И правда», – оживился председатель, – «я с тобой». Наскоро пообедав у Бориса Ивановича, жена которого хлебосольно угостила Павла жареной картошкой с домашними соленьями, мужчины отправились в поездку. В соседней деревне некоторые жители удивлялись их дорогому автомобилю и странным расспросом, потому что никто из них никакой коровы не видел. Они просили разрешения осмотреть сарай и коровники, упоминали о том, что произошла кража, а значит, скоро здесь будет полиция. Люди добровольно пропускали их к хозяйству, чтобы показать, что они действительно не причастны к преступлению. Дальний сарай был заперт. Павел и Борис Иванович долго стучали в ставню жилого дома, рядом с которым стояло это маленькое строение. Наконец, дверь со скрипом открылась, и из дома зевая вышел молодой мужчина. По его опухшему виду напрашивался вывод о большом количестве ранее выпитого алкоголя. «Чего вам? Вы кто?» Павел объяснил, что расследуется дело о пропавшей корове и потребовал открыть сарай для проверки. Парень испугался. «Я это, я сейчас. Вы простите меня, все расскажу как на духу». Трясущимися руками хозяин открыл сарай, и мужчины обнаружили в нем пропавшую корову Марту, из-за которой произошло столько хлопот и встала работа доярок и поставка молока. «Мы слушаем тебя», — сурово начал Борис Иванович. «Только не ври, полиция все проверит». «Нет-нет, не совру», — замахал руками пьянчушка. «Меня Антоном Смеловым звать. Давича парень один привез корову-то. Попросил покараулить в сарае, денег дал. Сказал, заберет скоро». «Что за парень?» Хозяин махнул рукой. «Да городской какой-то, на понтах. Черные очки и черная кофта с капюшоном». «А почему на понтах?» «Ну, это, богатый. Часы дорогие из рукава видно было. Как зовут, не знаю, не спрашивал». Павел начал отвязывать корову. «Грузовик у тебя есть?» — спросил он. «Есть, но я с вечера был выпивши». «Давай ключи, я поведу», — сказал Борис Иванович. «Корову нужно вернуть. Поедешь со мной в кабине, а назад уже сам, своим ходом». «Хорошо, хорошо». Вскоре ценная находка по кличке Марта была уже на пути к Глуховке. Павел ехал впереди грузовика на своем автомобиле. Внезапно перед самой деревней он заметил фигуру мужчины. Тот выходил из леса ровно тем же путем, которым недавно они с Аленой шли по неизвестным следам. Павел остановил машину, присматриваясь. Вышел, махнул грузовику. Борис Иванович высунулся из кабины. «Что случилось?» «Борис Иванович, кто это идет вон там, вдалеке?» Председатель пригляделся, сощурившись. «Это наш водитель, Андрюха, к которому ты стучался. Только непонятно, что он делал в том лесу». Павел снова впрыгнул в свой автомобиль и завел мотор. Подъехал ближе к тому месту, где находился мужчина. «Андрей, ты что ли?» «Павел Алексеевич», – удивился тот. «А вы чего тут? В город ездили, на оптовку?» «Ну да, садись, подвезу до деревни». «Спасибо». Андрей сел на соседнее сидение. Павел отметил про себя задаченный вид попутчика. Задавать вопросов он не стал, опасаясь вызвать преждевременную панику у собеседника. План Котова был такой. Понаблюдать за дальнейшими действиями Андрея, не выпуская его из вида. Ему было любопытно, какие действия предпримет незадачливый водитель, обнаружив потерю ключа. А еще было важно подождать. Вдруг исполнитель приведет к тому, кто стоит за всей этой кражей. «Андрей, нужна будет твоя помощь», – заговорил Павел. «Надо кое-что отвезти, мы задержали поставки». «Да, конечно», – как-то обреченно ответил Андрей. Павел понимал его уныние. Наверняка водитель был озадачен по той причине, что не мог найти ключ от своего грузовика. Оставалось только узнать, почему этот ключ находился именно в лесу. Прибыв в глуховку, Павел сразу отвез Андрея домой. Попросил его через час прийти к гаражу. Андрюха как-то обреченно кивнул. В это время Борис Иванович доставил Марту обратно в коровник. Дежурная доярка Лиза очень обрадовалась, но предпочла не задавать председателю лишних вопросов. На собрании и так все расскажут, а если нет, то посплетничает с подружками. Вскоре корова была накормлена и подоина. Здесь за скотом был хороший уход. За час Павел успел побеседовать с Борисом Ивановичем о дальнейших действиях и навестить Алену. Девушка была невероятно рада тому, что удалось найти и вернуть пропавшую корову. «Я прямо сейчас пойду на ферму», – заявила она, забыв о больной ноге. Но, встав, поморщилась от боли и снова села на кровать. «Алена, я прошу, побудь сегодня дома. Лиза позаботится о Марте, а ты отдыхай, восстанавливайся. У меня очень много дел. Мне кажется, я нашел ниточку, теперь осталось смотать весь клубок. Я тебе потом все расскажу, когда буду уверен». Спустя час Андрей ждал у гаража. Увидев Павла, он пошел ему навстречу. «Павел Алексеевич». «Что стряслось?» – спросил Котов. «Дело в том, что я потерял ключ от фуры. Весь дом перевернул, весь гараж, ей-богу, нету». Котов покачал головой. «Вот досада. А когда ты в последний раз выезжал?» «Больше суток назад». «А дубликаты твоего ключа есть?» «Нет, он был один. Кроме меня никто не ездит на моей фуре». Павел вытащил телефон и набрал чей-то номер. «Алло, это Котов. Подъезжайте к гаражу, я жду вас». Он снова убрал телефон и ободряюще взглянул на Андрея. «Сейчас разберемся». Вскоре на место прибыли Борис Иванович, а с ним еще несколько соседей по деревне. Их председатель взял с собой в качестве свидетелей. Павел наклонился и потрогал заднее колесо грузовика. «Более суток, говоришь?» – с иронией переспросил он водителя. Выпрямился, продемонстрировав собственную руку, испачканную в сырой грязи дорог. «Сегодняшней ночи шел легкий дождь. Асфальт высыхает быстро, но эта грязь на колесах остается, если ехать по бездорожью. Примерно по такой грязи мы ехали сегодня из деревни Светлица, где была обнаружена украденная корова». Через пару секунд вечерней тишины от соседей посыпались вопросы. «Так это ты, что ли, Андрюха? А зачем корову украл?» Андрей развел руками, пытаясь оправдаться. «Да не увозил я корову, мужики! Не нужно мне это! И вообще, я потерял ключ от грузовика, наверное, он у вора, который угнал фуру. Я вообще спал у себя дома, клянусь!» Павел сунул руку в карман своих брюк и медленно достал кусочек металла, блеснувший в свете фонаря. «Ты об этом ключе, Андрей?» Водитель узнал свой шнурок. «Алексеич, а как ты? А почему он...» Андрюха вяло открывал рот, не в силах связать и двух слов от растерянности. «Я нашел его, Андрей. Нашел там, где ты не смог. В лесу, в назначенном месте. Послушай, если ты будешь продолжать отпираться, мне придется вызвать полицию. Это не просто кража коровы. Это умышленный сабота, чтобы остановить работу фермы. Кому-то передал ключ». Водитель стоял, виноват и опустив голову. Он понял, что дальше сопротивляться бесполезно. Тем более дело оказалось серьезнее, чем просто передача ключа. Раз сюда вмешивают полицию, значит, лучше сказать всю правду. «Прости, Алексеич». «Да ты рассказывай», – поторопил его председатель Борис Иванович. Павел вздохнул. «Один человек подошел ко мне на днях. Не местный. Повадки городские, и тачка дорогая, черная. Спросил меня, хочу ли я за раз большие деньги заработать. Ну, мне любопытно стало. Расскажи, – говорю я ему. Этот парень предложил мне пройтись и поговорить по дороге. Именно по пути к этому месту в лесу, где ты, Алексеич, сегодня был». «Что дальше?» – полюбопытствовал Павел. «Там этот человек попросил у меня в аренду грузовик. На одну поездку. Большие деньги предложил. Я был против, хотел сначала отказать. Как я могу доверить машину незнакомому человеку?» И тут парень представился Денисом и сказал, что машину он вернет, а в залог оставит свои золотые часы. Такие стоят дороже, чем старая фура. В общем, я согласился. Только ему нельзя было показываться в деревне, и мы договорились, что ключ и часы будем передавать, пряча их там, в условленном месте. Деньги-то мне не лишние. А уж зачем этому Денису понадобилась фура, я не спрашивал. Павел нахмурился. Павел нахмурился. Теперь в краже фигурирует какой-то неизвестный Денис. А ты можешь описать этого человека, Андрей? Водитель кивнул. Он был примерно твоего роста, худощавый, темноволосый. Глаза прятал под темными очками даже в лесу. Одет был в джинсы и черную толстовку. «Снова он!» – воскликнул председатель. «Подождите минутку», – прервал его Котов. «Многие говорят про часы. Андрей, как выглядят эти приметные часы?» «Золотые, кажется», – произнес Андрюха. «У них интересный ремешок, как будто из нескольких тонких цепочек сплетен. Я таких не видел даже в рекламе по телеку». «Да, скорее всего, это дизайнерский заказ», – задумчиво пробормотал понимающий в этом Котов и вдруг замер. Среди его знакомых был тот, кто прямо-таки фанател по эксклюзивным аксессуарам. Когда-то Павел со смехом говорил, что в этом человеке погиб великий дизайнер. Но нет, этого просто не может быть. «Павел Алексеевич, теперь я потерял работу на ферме, да?» – понуро спросил Андрей. «Подожди. Дай сначала разобраться с делом. Только скажи, оставлял ли этот предполагаемый Денис свой номер для связи или еще что-то?» «Нет. Он вернул грузовик ночью в гараж, но не пошел по деревне к моему дому с ключом, иначе бы его заметили. Оставил ключ в условленном месте, но ты нашел его первым. Вот и все. Если что, вспомню об этом парне, обязательно сообщу». «Борис Иванович», – повернулся Павел к председателю, – «мне утром нужно уехать в город. У меня появились срочные дела, и, знаете, возможно, мне придется воспользоваться своими деньгами в столице для расследования этого дела. «Вдруг придется кое-кого подкупить, но об этом после. Я хочу сказать вам главное. Всем вам!» Он обвел глазами жителей деревни, которые находились в этот момент рядом. «Из-за нарушения условий я могу лишиться наследства своего деда. Было время, когда для меня это наследство было важнее всего на свете. Я ничего не хотел добиваться, я не умел любить. Я только играл в гонку, кто роскошнее развлекается. Но последний год меня изменил. Развернул на 180 градусов. Я и не думал, что для меня станет так важна эта ваша глуховка, эта ферма». Тут Павел заметил, как к слушающим его людям прихрамывая подошла Алена. «Я почувствовал, что нужен здесь», – продолжил он. «Нужен не из-за моих денег, а потому что впервые в жизни смог организовать что-то по-настоящему важное, важное для всех нас. А еще я впервые узнал, что значит дорожить кем-то. Поэтому даже если я лишусь наследства моего деда, я обещаю вам, что вернусь сюда. Я продолжу поднимать ферму. Пока мы мало что можем, но со временем здесь будут курочки, свиньи. Вы же поможете мне организовать? Потому что теперь это важное дело жизни, друзья». «Как хорошо говоришь, Паша», – Алена подошла к нему. «Я в тебя верю. Я думаю, что вся глуховка в тебя верит». «Да, Алексеич», – послышались голоса. «Мы поможем, обязательно». В этот момент Павел Алексеевич Кутов, бывший из столичной мажоры, в прошлом богатый наследник, не мог объяснить, что он чувствовал. Но эти эмоции так уютно грели его изнутри, что тепло переполняло мужчину и хотелось поделиться им со всем миром. Всю ночь Павел не спал. Он размышлял о том, сколько событий успело произойти с ним с начала этой весны. Нелегко пришлось, но он справляется. Единственное, что было непонятно Котову, зачем тому человеку, который назвался Денисом, нужно было устраивать подобный финт с коровой и пытаться помешать ему. Но он обязательно это выяснит. В столице Павел поехал в главный офис корпорации своего покойного деда Валерия Котова. Он встретился с его адвокатами. «Я бы хотел выяснить, в течение какого времени мне еще выполнять условия, чтобы получить наследство. Миллион, который требовал мой дед, я заработал на оптовых поставках зерна и молока, на аренде двух полей. Да, это требовало времени, но все документы и декларации о доходах у меня на руках, смотрите». Адвокаты переглянулись. «Какая ферма?» «Глуховская», — уточнил Павел и вдруг напрягся. «Кажется, адвокаты не понимают, о чем идет речь. Скажите, у вас ведь есть копия завещания деда?» «Там все сказано. Я видел оригинал у нотариуса и сам держал его в руках». «Оригинал находится здесь», — проговорил один из присутствующих. Молодой мужчина в сером деловом костюме открыл сейф, находящийся в кабинете, и вынул оттуда желтую папку. Повернулся Хкотову. «Разрешите представиться? Я Киреев Александр, новый нотариус. Недавно меня нанял управляющей корпорацией «Родная природа». Когда мне передавали дела, то сообщили, что вас давно уведомили о наследстве и зачитали завещание в присутствии свидетелей. Я ждал вас, но вы не появлялись здесь и не вступали в свои права. Позже я навел справки и узнал, что вас нет в городе». «Но так и было», — ответил удивленный Павел. «После похорон деда мне позвонил нотариус. Я явился к нему, он зачитал мне завещание и условия». «Какие условия?» — не понял Александр. Павел терпеливо рассказал. «Не время раздражаться. Необходимо докопаться до истины». Александр Киреев открыл папку и вынул оттуда документ, скрепленный подписью и печатью. «Читайте, Павел Алексеевич. Это оригинал завещания». Павел Котов читал и не верил своим глазам. Ему казалось, что с каждой строчкой он все сильнее покрывается холодным потом. Все как тогда, в первый раз, только наоборот. Сейчас Павлом овладел не шок, а справедливый гнев. Находясь в здравом уме и твердой памяти, Валерий Котов завещал все свое движимое и недвижимое имущество, все свои активы, счета и дела своему единственному законному внуку, Котову Павлу Алексеевичу. И это было без всяких условий. Не справившись с эмоциями, Павел выронил бумагу из рук. Ловкий нотариус тут же поднял ее и снова аккуратно сложил в папку. «То завещание, которое зачитывали вам, было фейковым. Как звали нотариуса, который вас вызывал?» «Сергей Сергеевич Аркадин». Киреев сел за компьютер. Несколько секунд он щелкал мышкой, открывая базу. Пробежал глазами, затем покачал головой. «Я так и думал. В базе такого нет. Кому-то было выгодно обмануть вас, чтобы вы не увидели настоящего завещания». Котов скрестил руки на груди. «Я уже знаю, кому. Вот только не знаю, зачем. Может быть, у моего деда есть еще близкие родственники, кроме меня». «Насчет родства не знаю», заговорил пожилой адвокат, который раньше вместе с дедом вел торговые дела. Но незадолго до смерти Валерия Петровича приходил к нему один парень. «Как раз когда мы с вашим дедом проверяли новые договора, он вышел и потребовал разговора наедине. Валерий Петрович беседовать отказался. Лишь сказал, что поможет парню, если надо, но официально по закону наследником может быть только Пашка и точка». «Так он и сказал, Пашка. Этот молодой человек тогда выскочил из кабинета в гневе». Павел не верил своим ушам. «Выходит, что тот нотариус и его свидетели были ряжеными, нанятыми актерами, которым заплатили, чтобы зачитать мне поддельное завещание?» «Выходит, да», – произнес адвокат. «Я тоже так думаю», – подтвердил нотариус Киреев. «В таком случае, – задумался Павел, – мне нужна ваша помощь в одном деле». Спустя час Павел удивил своим визитом Романа. «Брателла, ты в городе, неожиданно и приятно», – Ромка обнял Павла, прохлопал по спине. «Проходи, как ферма, рассказывай». «Процветает». «У нас такая бдительная команда, даже не украсть ничего, ни корову, ни машину. Горжусь собой». «Чего?» – нервно хохотнул Роман, идя по комнате. «Ну, в любом случае, я рад. Ты теперь король Удоев и Полей». «Не только. Я без пяти минут глава родной природы. Думаю, ты знаешь это». Роман нервно обернулся на него. «Ты выполнил условия? Заработал миллион?» «Да, он ушел на издержки, оплату долгов и зарплату работникам, но декларация есть». Роман подошел к шкафчику, достал бутылку виски и полеснул немного в широкий стакан. Предложить другу выпить он почему-то не подумал. «Вот как». «Только знаешь, что, Рома», – продолжил Готов, – «я ведь должен был получить наследство деда без этой фермы, которую мне подсунули». «Сколько сейчас на твоих золотых?» – вдруг спросил он. Роман машинально посмотрел на свои наручные часы, золотые, с причудливым ремешком в виде переплетающихся трех цепей. «Без минуту двенадцать, а что?» «Сейчас узнаешь». В дверь позвонили. Роман вздрогнул, а Павел ободряющий подмигнул ему. «Лучше открой по-хорошему, Роман». На дрожащих ногах молодой человек подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла группа людей, которые сразу же предъявили свои удостоверения. «Адвокаты», «Полиция». Роман медленно прошел обратно в гостиную и обреченно шлепнулся на мягкий диван в серой дорогой обивке. Павел встал. «Добрый день», – поздоровался он с вошедшими и снова обернулся к Роману. «Ну а теперь рассказывай, зачем ты затеял этот обман с завещанием и фермой, а потом сам же мне мешал ее восстанавливать, саботировал кражей, чего-то хотел добиться». Бывший друг посмотрел на Котова и криво усмехнулся. «Что ж, отпираться бесполезно. Если бы я знал, что ты не такой дурак, я бы, может, и не затевал ничего. Давай, брат Пашка, знакомиться заново». «Какой ты мне брат», – зло сверкнул глазами Котов. «Самый настоящий, сводный. Я уже давно знаю, что у нас один отец. Было время, когда Алексей Валерьевич изменял твоей матери. Но потом он бросил нас, и моя мама вышла за другого, успешного адвоката, который усыновил меня. Когда я вырос, мама рассказала мне эту историю. Я быстро смекнул, что являюсь внуком продуктового магната. Я даже ходил к нашему деду, хотел поговорить по-хорошему, стать ему внуком, заботиться, помогать, чтобы он признал меня официально. Но он дал понять, что и знать меня не хочет. А наследник у него лишь один, законный внук. И это ты. Мне стало обидно. Почему тебе все, а мне ничего? Значит, это ты подделал завещание? Да, придумал все я. У меня хорошие связи, и не составило труда сделать подложное завещание с помощью кое-каких бывших юристов зоны. Тебя оказалось легко облапошить. Но при чем тут ферма? Не понял Павел. Ты не мог сразу сфабриковать фальшивое завещание, в котором все достается тебе. Нет, не мог. Это бы выглядело странно. Для этого надо было, чтобы Валерий Котов лично признал меня своим родственником. Ну, там долгая история, сложно объяснять. Финц, ферма, я придумал, чтобы ты не мог получить наследство просто так. Мне нужно было засунуть тебя подальше, в глушь, чтобы ты ковырялся там в навозе, потому что восстановить ферму с нуля – дело небыстрое. Я решил, что раз наследство не досталось мне, пусть оно подольше не достанется и тебе. А еще я хотел понаблюдать, как ты там живешь без средств к существованию. И да, паек тебе присылал тоже я. Это не так затратно. Павел достал сигареты и зажигалку, закурил. Ноги нервно мерили гостиную тяжелыми шагами. И вдруг я узнал во время визита к тебе, что ты и правда начал преподнимать ферму, – продолжил Роман свою исповедь. – Я понял, что ты научился ставить цель и упорно идти к ней. Честно признаюсь, ты удивил меня, Пашка. – Роман вздохнул. – Поэтому ты решил бороться с помощью саботажа? Портить мои дела на ферме? Я уже знаю, что мужчина в толстовке, укравший корову и бравший ночью грузовик – это ты. Тебя узнали по дизайнерским часам. Это эксклюзив. Да, я во многом не разбирался, но в этом – да. – Да, – нагло взглянув в глаза сводного брата, признался Роман. – Я должен был что-то предпринять, чтобы отдалить тебя от наследства. Не думал я, что ты меня вычислишь. Ну что ж, мое тебе уважение, братишка. Романа судили. Теперь его жизнь продолжилась в тюрьме. Такова оказалась цена за то, что человек недовольствовался тем, что имел, и старался украсть еще и чужое. Павел Котов получил в наследство все, чем владел его дед. Теперь в его власти была также сеть родная природа. Но он чувствовал, что не поэтому счастлив. Его тянуло назад, на ферму. Не терпелось закупить побольше техники, машин, расширить скотный двор, но главное – там его ждала та, которая верила в него и поддерживала – Алена. И спустя некоторое время Павел Котов владел уже несколькими успешными фермами, умело и с удовольствием управляя ими. Раньше он ни за что не поверил бы, что именно в фермерском деле окажется его настоящее призвание. А экопродукция «Глуховская» стала фаворитом среди продуктов в сети родные просторы и прославилась на всю страну. Алена и Павел лежали, обнявшись в гамаке на престижном курорте и щурились от солнца. «Неплохой медовый месяц, не находишь?» Павел улыбнулся и поцеловал девушку в светлую макушку. «Наверное, лучше не бывает», – ответила Алена. «Я тебе весь мир покажу. Не только Мальдивы, любимая жена. Знаешь, я благодарен Роману». «За что?» «Без его махинаций я бы не нашел свое призвание и не узнал о тебе». «А я о тебе», – Алена тоже поцеловала Павла и крепко его обняла.